Оказывается, чтобы продуктивность коровы была высокая, ей нужно обеспечить постоянный доступ к чистой воде. Поэтому в Шигонском животноводческом комплексе «Чистый продукт» коровы пьют из этих автоматизированных поилок с подогревом воды. На этом предприятии собрано одно из лучших племенных поголовий калмыцкой породы России. Более 2200 голов маточного поголовья, которое ежегодно увеличивается. Не случайно на открытие универсальной стоянки прибыли ученые, министры, депутаты Госдумы и заводчики калмыцкой породы из Москвы, Бурятии, Якутии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Саратовской областей, Республик Калмыкии и Татарстана. Животноводческом комплексе «Чистый продукт» как является одним из лучших хозяйств морской области по производству продукции местного скотоводства. Мы приехали, во-первых, посмотреть, поучиться, поделиться опытом. Здесь все экологически чисто и экономично. Даже электричество вырабатывает свое с помощью ветровых турбоустановок. Эта стоянка намного дешевле капитальных зданий и быстро возводимых конструкций, и в зависимости от бюджета фермера может удешевляться, при этом не нарушая своей функциональности. Универсальность этой стоянки заключается в том, что после ухода маточного поголовья в летние лагеря на пастбище она может использоваться для откорма молодняка до убойного веса, который достигает почти полтонны полезного вкусного мяса, мраморного. Там есть все заменимые и незаменимые аминокислоты. Поэтому вот, а экспорт, то есть импорт, который мы завозим из Южной Америки, да, во многом это некачественно, большеволокнистое мясо, водянистое мясо, бюлообразного скота. Это низшая категория. Чтобы обменяться опытом, делегаты из разных регионов собрались на семинаре в Сызрани. Специалисты говорили, даже в Советском Союзе в общем стадии было не более 2% именно мясного скота. И сейчас российские животноводы в начале пути. Хотелось бы поддержать именно таких производителей. Более того, самым важным сегодня является как раз племенное животноводство, потому что сохранение своего племени, своего племенного стада, это как раз и есть продовольственная независимость нашего государства. Что касается полугосударственной поддержки, на развитие мясного скотоводства в текущем году предусмотрено 108 миллионов рублей. Эти денежные средства, они уже практически доведены до всех хозяйств. По словам замминистра, масштабы производства мяса пока незначительные. Поэтому государство будет и дальше субсидировать строительство от кормочных площадок и оборудования убойных цехов. Задача – увеличить производство говядины высочайшего качества. В 2018 году мы начинаем открывать сеть магазинов «Чистый продукт», где как раз жители города Сызрани, Шигунского района, потом в последующем и в Тольятти, и в Самарске будут есть экологически чистые мяса от производителей. И, кстати, по ценам производителя. В планах агропромышленного комплекса «Чистый продукт» к 2020 году довести маточное поголовье скота до 10 тысяч голов. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев. Вести детально. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев.